Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодняшний видеоролик будет посвящен выращиванию зональной пеларгонии из семян. Пеларгония или герань вообще является одной из самых часто встречающихся декоративных культур. Ее можно увидеть в садах, квартирах, в офисах, в общем выращивают везде. Размножение пеларгонии семенами помогает получить более здоровые растения, а также возродить декоративные качества сорта. Однако саженцы, полученные в ходе проращивания семян, являются куда менее прихотливыми, а также способны выдерживать тяжелые климатические условия и отлично бороться с болезнями. То есть растения, которые не только пеларгонии, но вообще растения, которые вы выращиваете семян, они всегда более устойчивы, чем те растения, которые вы получаете уже размножение или каким-то другим вегетативным путем. Также нельзя не отметить и тот факт, что посевной материал способен прорасти даже при дефиците солнца. При черенковании могут возникать различного рода проблемы касательно качества грунта или полива молодого растения. С семенным способом размножения такого никогда не произойдет. Даже если вы будете увлажнять субстрат раз в неделю, то молодым росткам пеларгонии все равно хватит сил, чтобы окрепнуть и вырасти. Хотя лучше все-таки следовать правилам по выращиванию. Какие же сроки посадки подойдут для разных регионов России? Цветение пеларгонии наступает примерно через 3-4 месяца после посадки семян. Однако большинство специалистов настоятельно рекомендуют подобрать оптимальные сроки для выращивания рассады, дабы этот прекрасный период цветения настал как можно раньше. Для этого придется учитывать множество мельчайших нюансов. К примеру, если вы хотите выращивать герань на летней террасе, тогда необходимо подготовить рассаду уже к началу апреля. Кроме того, важное значение имеет регион, в котором вы проживаете. В средних широтах семена желательно все-таки сажать в феврале или марте, чтобы с приходом теплого времени года у вас уже была крепкая, здоровая и такая окрепшая рассада. Если кто живет на юге, тогда семена сажают уже в середине декабря или в самом начале января, чтобы к концу весны растение успело порадовать хозяина своим цветением. Ну, а в северных широтах семена следует высаживать, наверное, где-то в апреле, тогда, когда уже количество солнечного света установится на оптимальном уровне. Если вы же все-таки планируете выращивать семена в квартире, то вообще в квартире выращивайте семена и дальше выращивайте вашу герань, тогда вы можете это делать круглый год. Самое главное – обеспечить для них все необходимые условия. Больше всего пеларгония нуждается в солнечном свете. И тогда, если вы эти семена вот сейчас хотите посадить, тогда, конечно, все-таки придется, наверное, позаботиться о нескольких люминесцентных лампах. То есть нужна будет досветка. Кроме того, учитывайте тот факт, что зацветет растение лишь весной или летом, когда оно уже начнет получать оптимальное количество энергии от солнца. Хотя спровоцировать подобное состояние нужно, конечно, и искусственным способом, с помощью досветки и применения удобрений. Ну, надеюсь, что теперь вы для себя сможете подобрать сорта пеларгонии для выращивания в домашних условиях или открытом грунте. Данная культура является одной из лучших для того, чтобы украсить свой сад или квартиру красиво цветущим растением, который не требует к себе особого ухода. Относитесь к цветку пеларгонию с любовью и нежностью. Лишь в этом случае он одарит вас красивым внешним видом и даже принесет счастье в дом. Ведь если верить народным приметам, то герань забирает негативную энергию и трансформирует ее в хорошую. Ну, а теперь давайте немножко остановимся поподробнее на данных сорта. Хочу сказать сразу, все сорта я сама выращивала, все испробовала, испытала. Вот сорта, которые представлены перед вами и еще у меня было в ассортименте побольше семян, но, к сожалению, сейчас их просто на агрофирмах нет в наличии. Вот именно те сорта и те расцветки, которые я выращивала. Ну, давайте, наверное, для начала остановимся на пеларгоне ампельное летний дождь. Это вообще растение уже по названию говорит, что это ампель. У него плети длиной 80-100 сантиметров. Цветки не махровые, звездчатые, собраны где-то по 5-8 штук в соцветия разнообразных окрасок. Это смесь вот этой вот пеларгония. И вот в пачке здесь, по-моему, 3 семечки. Там вот у меня была беленькая, розовая и вот малиновая. Вот красная нарисована, но у меня не попадалась красная. Разрастается она хорошо. Ее сажать, конечно, нужно только в подвесные кашпо, потому что она не спадает вниз, цветет очень долго. Листья такие мощные у нее, кожистые, блестящие, темно-зеленые. Кто любит ампели, конечно, это растение понравится. Дальше хочу остановиться на вот этой пеларгонии, которая перед вами, венецианская роза. Сразу хочу сказать, это, наверное, самая такая яркая-яркая узнаваемая пеларгония будет в вашем саду. Обильно цветущая, серия Венеция. Растение компактное, ну, высотой где-то 30 сантиметров. Соцветия крупные у нее, где-то диаметром 12-14 сантиметров. Цветки расположены плотно и образуют форму шара. Вообще, это растение, именно вот пеларгония, венецианская роза, устойчиво к жаре и хорошо переносит кратковременное понижение температуры. Очень яркая расцветка. Вот такая вот. Ну, то есть, если у вас там в саду несколько, да, там, всяких сортов, видов, то вот венецианскую розу можно сразу отличить по такой люминесцирующей какой-то очень яркой расцветке. Ну, она очень узнаваема. Мне понравилась эта пеларгония. Дальше хочу остановиться на пеларгонии Маверик Стар. Тоже она перед вами. Это серия Маверик. И она отличается обильным цветением. Да, действительно, крупные шапки. Листва такого насыщенно-зеленого цвета с легким бронзовым кольцом. Но кольцо это не ярко выраженное, но заметное. Цветы такие нежно-белые розовые окраски с ярким малиново-бордовым глазком. И по лепесткам идет такая же окантовка, но она, эта окантовка не всегда бывает видна. Растение высотой до не более 40 сантиметров. Цветение у нее действительно продолжительное. Но вот минус в том, что я ее выращивала, вот этот глазок, который, да, он очень варьируется от погодных условий. Если будет жарко, этот глазок вы четко увидите. Я выращивала в том сезоне, когда в Московской области было прохладное и дождливое лето. Цветы были практически белые, слегка заметным глазком. Кайма была вот эта на единичных цветках. То есть вот эта пеларгония, она прям вот 100%, ну, скорее всего, вряд ли у вас так зацветет. Будет наметка просто на глазок. Но вот такой, как на фотографии, широкий у меня, к сожалению, не получился. А цветки все-таки были больше белые, с легким-легкой такой вот маленькой серединочкой, капелькой, я бы даже сказала. Ну, вот на фотографии, конечно, она очень эффектная. Но вот в жизни, я говорю, вот в реале она вот почему-то вот такой широкий вот этот глазок и серединку не дает. Не знаю, возможно, если у кого-то жаркий регион, она будет более с таким ярким глазком. Вот у меня получилась она такая не особо, да. Все-таки больше белого цвета. Но для тех, кто любит белые пеларгонии, можно попробовать, потому что шапки у нее вплотные. Сама она по себе такое мощное, хорошее, здоровое растение получается. Теперь давайте остановимся на пеларгонии зональной мулен руж. Ну, это вообще, конечно, всем рекомендую, потому что цветы у нее реально крупные. Такой ослепительно яркой окраски. Стебли очень крепкие и она отлично подходит для оформления веранд и лоджий. Также уличных каких-то кашпо и вазонов. Но чтобы этот сорт, вот мулен руж, показал себя во всей красе, ему нужно достаточно большой объем вазона. Потому что растение формирует такой объемный плотный куст высотой до 50 сантиметров. И одно растение, если вы дадите хорошее удобрение, подкормки, грунт и такое просторное кашпо, или даже можно его высаживать в грунт, то оно у вас разрастется. Одно растение разрастется диаметром до 50 сантиметров. Снизу оно украшено декоративным листом с рисунком, а сверху будет ослепительные яркие красные гигантские шаровидные соцветия. То, что у этой герани есть один такой большой положительный момент, что она способна к формированию плотного куста. И размер соцветия делает одной из самых преимуществ перед всеми остальными сортами. И я думаю, что кто посадил вот эту пеларгонию не один раз, вернется еще раз к этому сорту и будет ее сажать вновь. Реально, как бы это достойное растение в вашем саду. Но это идет, видите, из серии профсемян. Поэтому, конечно, растение просто шикарное. Но главное, что для тех, кто любит огромные соцветия, вот от этой пеларгонии вы этого и получите. Ну, еще хочу остановиться на таких пеларгонии акциональных, как Рафаэло оранжевое и белое. Ну, в линейке вот вообще Рафаэло есть и другие цвета. Но я как-то вот остановилась и, не знаю, на этих двух расцветках, но лично для меня они, ну, самые интересные. Ну, белое это понятно для любителей белоцветковых сортов, а Рафаэло оранжевое, это, конечно, прям такой огонек в вашем саду. То есть, вот она настолько оранжево-яркая, что просто вот не заметить, вообще вот глаз останавливается моментально на этом гибриде. И он реально вот такой вот яркий, сочный, то есть взрыв цвета. И вообще вот зональная вот эта пеларгония серия Рафаэло, это обильно цветущие гибриды, это образцы современной селекции. Ну, соцветия у них пышные, где-то 10-12 сантиметров, и кусты компактные и плотные, хорошо ветвятся высотой до 30 сантиметров. И самое что главное, в течение всего сезона не вытягиваются и не оголяются. Они сохраняют аккуратную форму при любой погоде. И вот еще вот мандарин я тоже выращивала, да, сейчас я вам покажу даже на сравнении. Мандарин, вот, смотрите, мандарин, да, и оранжевый. Мандарин, она более блеклая, ну, она вот, оранжевый Рафаэло, она все равно в саду более ярко смотрится. Мандарин, он чуть, как сказать, оттенок более приглушенный, это не то, что на фотографии, а реально, как вот я вам говорю, я высаживала их, реально, как это смотрится в саду. Вроде с одной стороны они похожи, но ярче будет вот Рафаэло оранжевое. Все-таки мандарин, он немножко таким, как грязноватым оттенком идет, тоже, конечно, красивый, но для тех, кто любит поярче и посочнее, это вот Рафаэло оранжевое. Я сажала ее в комбинации с белой, но тоже с Рафаэлой. У меня была клумба, конечно, очень хорошо смотрится, вот, и еще была у меня Аленка, тоже плазменные семена, вот, Аленка, она такая ярко-красная, вот, у меня их три сидела, очень красиво смотрится. Это вот для тех, кто любит создавать композиции. Вообще, пеларгонии из семян очень легко вырастить, даже начинающий цветовод может это сделать. Сажаете неглубоко семена в легкую торфяную смесь, поливаете, накрываете, ну, пакетом, ну, эффект теплички нужно будет создать. Хотя написано на пакетах, что семена где-то в течение двух-трех недель прорастают, не знаю, у меня все семена прорастали за неделю. Вот, и поэтому, в принципе, такого долгого проращивания у меня не было ни у одной, вот, что я сажала, ни у одной серии, ни у одной. В принципе, если семена свежие, они очень быстро прорастают, быстро проклевываются. Главное, их сильно не заглублять. Если вы заглубите, то семена могут вообще не войти. Ну, в общем, для тех, кто любит пеларгонии, приобретайте, выращивайте. Очень красивые растения и растения можно, как я уже говорила, эти красивые экземпляры, да, если кому-то прям не вот какие-то нужны конкретные сорта или какие-то вегетативные суперсортовые сорта. Да, вот, в принципе, реально вырастить из семян, но все-таки раньше февраля, если для северных широтах лучше не сажать. Они очень сильно перерастают, если давать маленький объем и не переваливать, и тогда нижние листочки у них просто желтеют и отпадают. Поэтому все-таки февраль-март оптимально для средней полосы России, это оптимальные сроки. Они все успевают и зацвести, и вырасти, и поэтому сажайте, любуйтесь. Хочу, конечно, всем пожелать хорошего урожая и здоровых растений. Если вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, так как будете узнавать о всех тонкостях тех или иных препаратах, удобрениях, семенах. И поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была Ирина, мой канал «Цветочные мечты» и сайт у меня под тем же названием «Цветочные мечты». Ссылочку на данные пеларгонии, если кого-то заинтересовали, оставлю внизу этого видео. Ну, всем пока, и всех, как обычно, я буду ждать на просмотр моего следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok